К Аврааму пришли три ангела, которые сообщают Аврааму о том, что через год у него родится сын. Но перед тем, как ангелы уходят, Всевышний говорит, как бы сам себе, на так сказанном вторе, сказал Всевышний, «Я хочу дать наказание Сдому за все грехи, которые Сдом сделал». Мне надо сообщить об этом Аврааму. Почему надо сообщить Аврааму? Потому что Авраам, он важный человек. Всевышний определяет, в чем важность Авраама. Мы бы подумали, Авраам важный человек. Он оставил, пришел к истине в три года. Оставил все. Ему Всевышний говорит, иди из своей родины, от своей земли, от родителей своих. Он все оставляет и идет. Авраам идет, оставляя все. Он приближает людей к вере. Авраам постоянно во всем слушается Всевышнего. Но что говорится? Интересно, что в Торе подчеркивается только одна вещь. Говорит Всевышний, потому что я знаю, что Авраам будет воспитывать своих детей, продолжить идти по правильной дороге. Из этого мы можем увидеть, что воспитание детей, да, это важнее всего. И так подчеркивает Зуар. Говорит Зуар, поскольку мы видим, что Всевышний подчеркнул именно это качество в Аврааме, то мы из этого видим, говорит Зуар, что это самое важное в человеке. И тот человек, который удостаивается воспитать своих детей, направить их по правильной дороге, даже в этом мире он сможет победить всех, все плохие силы, всех своих врагов. И Всевышний ему дает какие-то сверхприродные силы. Так, если это так, если это настолько важная вещь, так я, с вашего разрешения, может быть, хотел поговорить на тему воспитания. Что же такое воспитание? В современном... Я как-то был на семинаре, который проводила организация под названием Арахим. Это организация для приближения людей, которые деликваты иудаизма. Тот семинар, который организовал Арахим, было только для людей с высшим образованием. Много было в зале и педагогов, людей, которые относятся к образованию. И Равной Гершель... Были разные подняты темы иудаизма, и науки. Но одна из тем, которые Равной Гершель поднял, это воспитание. Равной Гершель утверждал так, что в современных школах нет воспитания, нет хидуха. Многие педагоги особенно очень возмущались, говорили, как же так. Мы знаем, что вот есть большие результаты, большие специалисты выходят из школ, из институтов. Как ты говоришь, что в израильских нерелигиозных кругах нет так называемых хидух воспитательных учреждений, в учреждениях не занимаются воспитанием. Равной Гершель сказал, что вы не понимаете. Есть разница между... В иврите есть два слова. Есть слово «аскала» — это просвещение. Есть «хинух» — это воспитание. «Аскала» — просвещение есть. Но «хинух» — воспитания нет. И самое удивительное было... Что такое воспитание? Чтобы изменить человека. Дать ему возможность идти по правильной дороге. Этого, говорит Равной Гершель, нету. И как ни удивительно, было очень много людей в зале. Все с этим согласились. Даже все эти большие педагоги. Так я подумал, что как раз в России более правильно знают определить название того министерства, которое занимается просвещением, да? Называется Министерство просвещения, образования. Тут в Израиле он называется «мисрадах-хинух» — воспитание. Они перепутают понятия. Это должно было называться «министерство просвещения», а не «министерство хинух» — это воспитание. Так что же такое хинух? В цифер Мишлей говорит царь Саламон так. Объясняет Рабейну Йона. «Ханох ли наар, хинух» — это «эргель» — приучать. «Приучай наар» — молодого человека, младенца. «Приучай младенца» — «альпидарко» — по тому, какие у него качества есть. Объясняет Рабейн Йона, как можно удостоиться каких-то высоких качеств. Как можно удостоиться чего-то важного и подняться с точки зрения духовной. Человек не может за один день все поменять. Это надо постепенно, каждый человек должен найти в себе то, что он в эту секунду может в себе поменять. И так он сможет продолжать идти дальше, каждый раз меняя что-то одно. И постепенно, постепенно, в конце концов, мы увидим, что это совершенно другой человек. Но надо знать только одну вещь, что это должно быть постоянно. Если человек сразу решит поменять все в себе, то он сломается, он не сможет продвигаться. Если он будет продвигаться понемножку, то он сможет продвигаться. Но с одним условием, что он не будет доставлять то, что у него есть. И поэтому, как есть, Брис Киров спросил такой вопрос. Почему, если мы захотим вскипятить чайник, мы ставим чайник на огонь, зажигаем огонь. Допустим, он подогревается, подогревается, через 5 минут мы снимаем его с огня. Потом снова возвращаем. Снова снимем, снова возвратим. Так он никогда не кипит. В принципе, непонятно, это у вас время. Давайте соберем все время, которое он был на огне. Он должен был уже давно вскипеть. В чем проблема? Потому что есть непостоянство. Если человек непостоянно идет, он начинает, даже очень быстро приближается к теплоте, приближается к кипению. А потом он обратно возвращается в прежнюю стадию, так он никогда не изменится, никогда не закипит. А если это будет чайник, будет подогреваться медленно, но постоянно будет стоять на огне, то в конце концов он закипит. Когда Раби Акива решил поменять свою дорогу, он решил изучать Тору. Откуда Раби Акива учил, что действительно Тора может поменять человека? Он посмотрел, как течет речка, посмотрел на камни. Увидел, что в камнях речка, вода сделала какие-то, она как-то оттесала эти камни. Сказал Раби Акива, если вода, которая мягкая, может оттесать камни, Тора, которая называется огнем, понятно, что она может поменять человека, поменять сердце. Сердце человека называется левбасар, мясо, это что-то мягкое. Но спрашивается вопрос, когда речка, если мы возьмем воду, поставим камень, направим воду, даже сильную струю, мы не увидим, что что-то произошло. Когда происходит что-то с камнями, когда есть постоянство, когда сколько-то речки продолжает течь, она течет, 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 так в конце концов что-то получается. Так, Радына Юна нас обучает большие вещи. Ханох Ленар Аль Пидарко. Мы должны постепенно, не сразу взять на него что-то, возволить, то, что он не может принять, но надо постоянно искать то, что может человек принять на себя. Из этого мы видим, что хинух – это привычка, да, дать привычку человеку. Но интересно, что как мы в прошлый раз приводили, что слово ханука сама, ханука, она от слова хинух, да, тот же корень, хэтнункав, и мы приводили в прошлый раз, что ханука – это начало. Как же сопоставить то, что ханука, с одной стороны, хинух – это начало, с другой стороны, это привычка. Радына Юна нам дает объяснение на это. Ханох Ленар Аль Пидарко. Приучай младенца по его дороге, по его качествам. Почему именно младенца? Потому что когда уже человек привык к чему-то другому, очень тяжело поменять привычку. Самое важное – это начать с самого начала. Как только младенец рождается, если мы постепенно будем ему давать что-то новое, что-то приучать к чему-то новому, так именно тем образом он сможет идти по правильной дороге. Если это так, я думаю, что понятно, в чем связь между хинух. С одной стороны, это начало, с другой стороны, хинух – это привычка. Привычка. Когда привычка может стать привычкой, когда мы чего-то начинаем с самого начала. Ханука нам дала возможность начать сначала. И это нам дает возможность встать на правильный путь. Как-то было собрание, много людей сидело и у Брискирова. Очень важные люди собрались обсуждать важную тему. Это было в доме Рава из Бриска. Так во время самого заседания один из внуков Брискирова, либо, может быть, даже маленьких детей, Брискирова. Забрался на стол. Ему было года два-три. Забрался на стол. Был стол очень длинный. И стал ползти по столу так с самого конца, пока он не добрался до Брискирова. Брискиров взял его и снял со стола. Спокойно. Тому понравилось. Он снова пошел. Все люди сидят, важные раввины с такими бородами, важные темы обсуждают, от которых зависит очень много самых серьезных вещей. Что происходит? Этот мальчик, и снова. Брискиров подходит к Брискирову, Брискирова снимает. Так он снова. Один из присутствующих. Ему это не понравилось? Что такое? Это не подходит к такому важному заседанию, что какой-то мальчик, маленький мальчик по столу будет лазить? Так он говорит Брискирову, его надо воспитать как-то. Надо воспитать, чтобы он по столу не ползал. Говорит Брискиров, как мы видели, что такое воспитание? Воспитание – это дать привычку человеку, чтобы он с самого младенческого возраста привык к чему-то. Ганки яскин, ло ясур мемина. Тем образом, даже когда он состарится, он будет идти по той же дороге. Говорит Брискиров, когда-то вы видели взрослого человека, который ползет по столу? Который забирается на стол и ползет? Нет, мы никогда такого не видели. Если это так, то, что тебе мешает, что младенец ползает по столу, это называется, что надо его обучить, что его надо воспитать, не ползать. Это уже не воспитание. Может быть, я какие-то личные, что-то тебе мешает, но ты можешь как-то сделать, чтобы он не ползал. Но не надо мешать. Понятие. Это не называется хинух. Это не входит в долях хинух. Я хочу тут, может быть, перейти более к тому, что относится к нам. Хочу посмотреть на часы. Есть у кого-то часы? 20 минут. Среди общины в Израиле, живущей русской общины. Есть много проблем в воспитании. Это видно во многих местах. Так в чем же в действительности проявляются проблемы? Почему есть столько проблем в воспитании именно в русской общине? Я, как ты говорил, с большим талмид-хахамом, он мне сказал две вещи, я думаю, очень правильные. Первая вещь, это то, что в геморе говорится гдулла, гдулла, шимуша, йотерми, лимуда. Жить в какой-то атмосфере, это больше дает человеку, чем знание каких-то правил. Если человек чувствует Тору, живет в атмосфере, он находится постоянно со своим раввином, шимуша, это ему служит. Он таким образом учит от него Тору, то Тора живет в нем. Иногда человек может открыть книгу, что-то выучить, но это не будет жить. Он будет просто знать. Так одна из проблем в русской общине, это обычная проблема всех болей-чува, всех людей, которые были далеко и приблизились, потому что они никогда не чувствовали, они знают, что надо, но они не живут как самовоспитание, все те понятия, которые есть в иудаизме. И тем самым есть особенные проблемы. Я говорю, с радушем мы в дальнейшем покажем, как можно преодолеть эту проблему. А вторая вещь, я думаю, что мы не будем сами на себя обижаться. У людей, которые приехали из бывшего Советского Союза, там мы прошли очень много, все люди, которые там, все человечество, которое жило там в Советском Союзе прошло много. У нас как, я вот недавно у меня была газета «Правда» с 30 35 года, по-моему. Так я взял немножко посмотреть, очень интересно почитать как было новость. Все, все, все очень строго. Даже не расстрелять, тогда это еще 35 Вот это позорная доска, кто пятилетку не сделал. Эти такие, эти хорошие, эти плохие, это буржуазность. постоянно все с нападанием, с атакой, лахать, агрессивность какая-то. Мы привыкли к чему-то очень агрессивному. И этот человек, это он мне сказал, что русские, они очень рожбекир, как в иврите говорят. Как говорится в иврите рожбекир. Они не мягкие, не умеют как-то закруглять игли. Мы видели, Робейн Иона подчеркивает очень важную вещь в воспитании. Хано хленар альпидерко. Мы обязаны воспитывать каким образом? альпидерко. То есть найти те вещи, которые у человека он может их принять, которые он может понять, с которыми он может как-то согласоваться. И те маленькие вещи мы должны дальше продвигать. Я часто упоминаю великого педагога в Израиле Равья Кобзан. Так может быть пример для этого я хочу привести. Сам Равья Кобзан он учился вначале в Яшиве и произошло так, что он был еще юный человек с идеями и он хотел учиться учить Тору Лишма. Он слышал, что были Бухурин, которые сказали вот этот Якубзан. Ему хорошо с ним Равья Шишива учится, он такой Талмит Хахам. Ему захотелось, чтобы учиться только Лишма. Что он делал? Когда наступала ночь, он прятался за шкафом и при очень небольшом свете пытался, учился. почти большую половину Талмуда он таким образом выучил, но в конце концов тем самым он испортил себе зрение. Это дошло до того, что врачи сказали, что ему нельзя учиться. Если он будет продолжать учиться, он окончательно испортит себе глаза. Он плач с плаком пришел к своему Равину Рави Хаскеля Абрамский Большой Талмитхахам тот сказал, что Тора самая важная вещь. Что после Торы, как мы видели, как Зор подчеркивает насчет Авраама, Лиман, Киедатив, Лиман, Ядрих, Эт, Банав, то, что человек воспитывает других людей, их направленную дорогу, это самая важная митсва. Так если ты сейчас не можешь изучать Тору, становись педагогом. Но учи эту тему воспитания, как ты учишь гемору, со всем пониманием, со всей глубиной. Каким образом есть возможность изучать провиспитание со всей глубиной. Каждую вещь, которую мы хотим изучить хорошо, для этого мы должны взять самые крайние случаи. Пользуясь самыми крайними случаями, мы сможем из этого выучить и на общий случай тоже. Тем самым он пошел вначале он преподавал в детской колонии, потом директора этой колонии выбросили с третьего этажа барни, он дети, подростки, он остался жив и может быть даже был рад потому что он досрочно вышел на пенсию ему пиццу им всякие платили. В Израиле, да. Тут тоже есть. И Рабья Кобзана назначили директором этой школы. Так он пришел к бывшему директору в больницу и спрашивает его поменяться опытом, как продолжает. Опыт очень хороший, да, опыт очень удачный был. Крайне удачный опыт. Я не знаю, может, потом сделать, чтобы не обижали этого директора. Так директор говорит, я тебе скажу золотое правило. Есть в школе один парень, который, если ты его как-то подкупишь, все под его дудочку играют. Если ты его подкупишь, как-то будешь вместе с ним, у тебя все пойдет. Не подкупишь, ты можешь ожидать худшего, чем этот директор кончил. Что же с этим парнем? Парень очень своенравный. Он рассказал ему просто одну историю, что решили, он очень любит бассейн этот парень, и решили как-то его наказать. Не пустили в бассейн. когда все там раз в неделю выезжал грузовик такой, раньше не было автобусов, были грузовики, выезжал грузовик на бассейн. Выходит этот парень вместе со всеми, четыре мужика берут его за руки, держат, чтобы он не вырвался, все загружаются, только начинает грузовик ехать, его уже оставили, все, он побежал, долго бежал, пока не добежал до грузовика, забрался на ступеньку, и постоянно держался, пока не доехали до бассейна, там он сказал их мадрихов, мадрих как это, воспитателю, их воспитателю, что он говорит, ты в воду не спускайся, потому что я тут утоплю, настолько он военно-равный, Равьякобзин говорит, я люблю таких, так что же Равьякобзин сделал, он решил не идти по той дороге, он пришел в первый день, когда его назначили директором, он пришел в столовую, так сурово, посмотря, еще заглядывая на глаза этого парня, он говорит, тут я директор, и кто у меня, нет такого, чтобы меня не слушаться, все обязаны меня слушаться, ну этот парень же вскипает, и другие воспитатели начинают нервничать, какие же глупости, он говорит, говорит, все обязаны меня слушаться, я считаю, что всем важно ехать в бассейн, это очень дает много человеку, завтра есть поездка в бассейн, все обязаны поехать в бассейн, парень растерялся, не знал, что делать, он смотрит на Равьяковсу, он говорит, а что если я не захочу, Равьяковсу, он говорит, нет такого не захочешь, обязаны, если ты не захочешь, то тебе будет наказание, что ты останешься тут, с точки зрения наказания, он не знал, что делать, Равьяковсу ушел, к нему прибегают воспитатели, говорят, ты не представляешь, что ты делаешь, какие ты глупости делаешь, он тут, он стоит сейчас в столовой и говорит, все твои умственные недостатки, перечисляет и всех твоих родственников, он вспомнил, Равьяковсу думает, да, такого успеха я не ожидал, если он не при мне это говорит, то он всем, между строчками дает всем ребятам дает понять, что я победил, потому что если бы он хотел воевать со мной, он бы мне в лицо сказал, если он говорит, не при мне, так что же произошло, выходят все ехать в бассейн, Равьяковсу тоже вышел посмотреть, как они садятся на грузовик, этот парень стоит, не знает, что делать, тоже поднимается на грузы и говорит, но знаете, что я это делаю не потому, что он мне сказал, а потому, что я так решил, я так хочу, Равьяков взял, он с собой взял рупор такой, и говорит, слышите, многие говорили, что нету возможности исправить этого парня, видите, я сказал, что все должны ехать, и он теперь едет, не только, да, не только просто он едет, но еще и с охотой, с желанием он едет, и так это продолжалось, потом он уже увидел, что можно немножко поднять уровень, планку поднять, он пришел в столовую, говорит, он знал, какой сладости, этот парень любит, когда давали в столовой, он говорит, я считаю, что это очень важно, все обязаны это есть, так он постепенно, постепенно, как-то он тоже подсел к этому парню и говорит, подай мне, пожалуйста, вот это, тут даже не подумал, подал, в другие времена, кто ты тут такой, я ничего не хочу делать, так он постепенно, постепенно, постепенно менял человека, то есть, он начал именно с того, в чем он, тот человек, мог, да, действительно исправиться, и как мы сказали, это то, что как раз Рабейн Йонек говорит, ханохлинаар альпидарко, воспитывай своего воспитанника, да, альпидарко, выбери те вещи, которые он сможет исправить, и так постепенно нагружай его, и тем самым ты сможешь направить на правильную дорогу, да, тем самым у нас, тех, которые приехали из Советского Союза, мы очень любим, ты обязан, вот ты так должен делать, очень сильно нагружать, как это, со всей агрессией, первое дело, мы должны знать, что надо постепенно, что надо сделать какие-то вещи красивые в его глазах, вторая вещь, то, что я сказал, что мы не выросли в этом, так это тоже, все зависит от желания человека, если там действительно будет в наших глазах, важно, передать своему, своим детям, то, что мы хотим передать, и они будут видеть, насколько нам это важно, насколько мы прислушаемся к ним, и они будут жить, мы сделаем ту атмосферу, которая передаст им все это, так это то, что нам сможет помочь воспитывать детей. я хочу только закончить тем, что я слышал от имени Хавра Куперман, его папу, Равиц Хак Зильвер, что в Советском Союзе, когда он слышал о каком-то человеке, где бы он ни был, когда он слышал, что есть какой-то в этом городе человек, который исполняет заповеди, он брал всех своих детей, заказывал такси, да, говорят, едем видеть нормального человека. Они много видели не так, жили в другой атмосфере, но тем, как он им показывал, как он жил вместе с ними, как он показывал, что такое действительно нормальная, правильная дорога, это то, что повлияло, и он смог воспитать таких больших детей. Так как мы сказали, Ханука, это с одной стороны, начало отхала, и с другой стороны, это хинух, это привычка. Я надеюсь, что мы пожелаем сами себе, чтобы с Ханука мы смогли начать с самого начала.